Всем привет! Сегодня я расскажу о различных методах, которые используются для сбора и сохранения насекомых, прежде всего паразитических перепончатокрылых насекомых, потому что я занимаюсь хеминоктора паразитика, паразитическими перепончатокрылыми. Первый метод, конечно, это сбор насекомых в природе, сбор кошения с очком, но я хочу рассказать о другим. Втором это выведение, выведение из различных хозяев и различных растительных материалов. Это стебли, ветви, листья, семена и сами хозяева, другие группы насекомых, на которых развиваются паразитические насекомые. Конечно, один из способов это найти хозяина и поместить его в контейнер. Хозяина, например, это может быть вот здесь червицы на листиках или на стеблях растений помещаются в контейнер. Обязательно должен быть проветриваемый контейнер, в котором будут развиваться насекомые, из них вылетают паразиты. Этот метод сбора хозяина требует наблюдения, внимательности, поиска природы. Например, ищите тлю, тлю содержите в контейнере, из нее выводятся паразиты. Второй метод содержания, например, в таких кульках. Кулек можно поместить, например, в растение, из растения выводится какое-то насекомое. Например, вы здесь выводятся моли, вы его содержите, откладываете в пробирку. Конечно же, нужно поместить сюда фильтровальную бумагу, туалетную бумагу, чтобы отбирать влагу из растений, иначе растение загниет у вас моментально в течение 1-2 дней. Подкладывание бумаги оттягивает воду, продляет жизнь насекомого внутри растения, и может быть оно выведется, и вы его понимаете, потому что оно выбежит сюда на свет. Вот здесь, например, можно себе держать семена, например, вот острогала семена в этом контейнере. Семена достаточно сухие, насекомые выбегают на свет, если его поставить, и потом отбираются в пробирку, что очень удобно. Все равно нужно очень внимательно проверять ежедневно, и насекомые выбегающие наверх, их нужно заметить, потому что они здесь будут бегать и сохранить. Другой способ, более простой, нужно собрать насекомых вот такой холщовый мешок. Например, здесь могут быть шишки, могут быть семена, какие-то древесные части, например, веточки, кусочки древесины, и выводить из этого мешка. Как же, что же с ним делать? Мешок нужно, особым способом, самым простым, подвязать, подвязать вот к такому холщовому, вот к такой банке. К банке подвязали, насекомые из холщового мешка выбегают все на свет, выводящиеся и хозяева, жуки, различные группы насекомых и паразиты, или растительно-ядные насекомые. Вот один, например, одна такая проба, или вот здесь точно похожая, такая же проба. Пол-литровая банка, привязанный холщовый мешок, и все насекомые, которые выводятся из растения, постепенно сюда выбегают. Как же их дальше сохранить? Сохранить насекомых можно первым способом, самым стандартным для энтомологов, положить их на так называемые матрасики, или ватные слои. Делаете вот такие конвертики. В конвертики кладется 2-3 миллиметра слоя бумаги, бумага сначала, потом ватный слой раскатывается, и кладутся сюда насекомые, которых вы собрали. Обязательно сверху подписывается этикетка, где собраны насекомые. Нельзя надеяться на память. Через месяц-два вы полностью забудете место, время и дату сбора. Подписывается место, время, даты, и кто собрал. Обязательно. Не забывайте, ваша фамилия должна быть обязательно на этикетке. Это самое главное для экспертов-энтомологов, которые помогут вам определить насекомое, которое вы собрали. Если насекомое выводится маленькое, размером от миллиметра, менее, два миллиметра, очень удобно использовать, конечно же, пробирки, если они у вас имеются, например, от сендорка. Вот такие пробирки. Находите, заказываете, можете хранить выводящийся материал в спирте, что очень удобно сейчас для исследований по ДНК. Если у вас таких пробирок, например, нет, находите элементарный прибор для переливания крови в аптеке, нарезаете кусочками или, например, полиэтиленовый шланг, который продается на рынке для подачи воздуха в аквариумы. Нарезаете его на 10 миллиметров такими кусочками, подкалываете к булавке, и насекомые прекрасно фиксируются в таких полиэтиленовых пробирках, закрытых с двух сторон ваткой. Обязательно ставится этикетка, написано место, время, дата сбора и сборщик. И обязательно указывается и хозяин, или растение, из которого оно выведено. Насекомые не обязательно фиксировать в спирте, можно его зафиксировать сухим. Даже если их будет много в такой пробирочке, они прекрасно сохранятся, поскольку они будут тщательно закрыты ваткой, никто их не уничтожит, никакие другие насекомые, вредители сюда не доберутся. На ватный слой, например, если вы разложите и их положите в плохую, не тщательно закрытую банку, крышкой в коробку, могут пробраться вредители. Обязательно должна быть эта коробка тщательно закрыта, или даже упакована еще один, в один или второй полиэтиленовый кулек, чтобы не пробрались вредители, не уничтожили ваши запасы, которые вы собирали насекомых, может быть, несколько месяцев в очень дальнем месте, в которое вы никогда второй раз не возвратились. Или, например, в этих маленьких пробирочках, очень удобно, они пластиковые, их легко пересылать, их легко привозить экспертам, показать. Эксперт уже вам определит, что же за насекомых вы собрали, даст рядовое определение, и вы его можете уже использовать в дальнейшей вашей работе, в вашем дипломе, в вашей курсовой, или в ваших научных публикациях. Вот такие методы. Собирайте насекомых, обращайтесь к экспертам, используйте e-mail, который будет здесь указан, для обращения с вопросами. Если у вас есть паразитические перепончатые крылые насекомые, спрашивайте, посылайте по электронке, находите нас в интернете. И успехов! Изучайте насекомых, изучайте паразитических перепончатых крылых. Продолжение следует...